1100 лет. Именно столько прошло с того дня, когда состоялось эпохальное событие – официальное принятие ислама народами в Волжской Булгарии. Это произошло в 922 году на территории современного Поволжья. По прошествии многих веков здесь сохранились традиции и культура ислама. Их чтят и передают будущим поколениям. Провести 1100-летний юбилей на высоком государственном уровне предложил председатель духовного управления мусульман Российской Федерации Равиль Гайнудин. Президент Владимир Путин поддержал предложение муфтия шейха. Без всякого сомнения мы отреагируем на эти события, которые впереди. Время еще есть. Достойно подготовимся. Вместе с вами пообсуждаем, что конкретно, в какие сроки нужно будет сделать, какие мероприятия провести. Сделаем мы это достойно, как мы умеем это делать на хорошем государственном уровне. Спасибо вам. После формирования Федерального оргкомитета по проведению 1100-летнего юбилея по председательствам российского вице-премьера Марата Хуснулина была разработана программа действия. Старт мероприятием юбилейного года дал шейх Равиль Гайнудин. В течение 2022 года эти мероприятия должны пройти не только в Булгарах Спасского района Республики Татарстан, а так как президент по своему распоряжению сказал на федеральном уровне, празднества, мероприятия будут проводиться и во всех регионах нашей великой страны. В год Большого юбилея проходили различные мероприятия. Центральными стали торжества в Татарстане. В мае состоялась установка памятного камня в ознаменовании начала строительства комплекса соборной мечети Казани. Её возведение приурочено к тысячестолетию официального принятия ислама народами в Волжской Булгарии. Мечеть сможет вместить 10 тысяч человек. Также в городе Булгарию прошли торжественные мероприятия по случаю тысячестолетия официального принятия ислама народами в Волжской Булгарии. Все эти мероприятия прошли при участии вице-премьера, председателя организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2022 году тысячестолетия принятия ислама в Волжской Булгарии Марата Хуснулина. Президента Татарстана Рустама Мениханова, председателя Духовного управления мусульман России и Совета муфтиев России Равили Гайнудина, глав субъектов РФ, послов ряда стран, муфтиев и имамов России. В 922 году предки татар сделали исторический выбор, присоединившись к одной из мировых религий – к исламу. Это послужило мощным импульсом для их культурного, экономического и политического развития. Президент страны Владимир Владимирович Путин не раз отмечал, что мусульмане России всегда с уважением относятся к традициям и обычаям предков, сохраняют твёрдую приверженность высоким идеалам патриотизма и справедливости. В различных российских регионах также отметили юбилей. В Пензе состоялся Всероссийский симпозиум на тему «Исторические предпосылки и основные этапы вхождения татар в орбиту исламской цивилизации». Участниками высокого собрания были учёные, общественные и религиозные деятели из регионов Поволжья, Москвы, а также из-за рубежа. Один из первых оргкомитетов по проведению тысячестолетнего юбилея был сформирован в Саратове. В него вошли представители региональной власти, известные учёные и общественники, бизнесмены и деятели культуры. Культурно-просветительские форумы, научно-практические конференции, конкурсы чизов Корана и спортивные турниры – все они проводились в Саратовской области в рамках тысячестолетия официального принятия ислама народами в Волжской Булгарии. «Мы, саратовские мусульмане, к этому году готовились, начиная с 2019 года, и практически все наши конференции, все наши форумы, все наши мероприятия, они проходили, проходят, и до конца года, иншаллах, мы планируем также эту дату отметить в рамках именно тысячестолетнего юбилея принятия, официального принятия ислама в Волжской Булгарии». За оставшееся в 2022 году время планируется провести не одно мероприятие. В рамках юбилея будут открыты мечети, пройдут научные конференции, просветительские поездки по историческим местам и многое другое. Все они несут одну цель и призваны напомнить, что тысячестолетие официального принятия ислама народами в Волжской Булгарии – это особая веха в истории нашей страны. «И тысяча сто лет мы сохранили эти духовные, наши нравственные, моральные ценности, семейные ценности, и поэтому Россия сильна, наши народы сильны, и мы все едины». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова